Девушки отдыхают Я пока ищу немножко впечатление, знаете, как если ты пришел в баню, а тебя по жопе хлопнули Такого театра нету нигде у нас в стране, 100% Это какое-то совершенно новое, вообще, заново изобретенный театр, заново изобретенное Пространство, действие, способ взаимодействия артистов друг с другом и со зрителем Ваш планшет оставляет запах на сайте, а сайт оставляет запах на вашем планшете С большой тревогой рассуждает автор о том, что люди как-то все больше стараются Боятся уединиться, обезопасить себя каким-то таким одиночеством Она больше людей не пугает, а скорее наоборот Боятся вступать в какие-то серьезные отношения, в какие-то серьезные связи Боятся зависимости от этих связей других людей Три сцены, очень необычно, почему три сцены? Мы говорим про время, когда люди практически перестанут общаться друг с другом И они не будут соприкасаться друг с другом И поэтому в нашем спектакле артисты видят друг друга только через экран Они не встречаются Они друг с другом, живьем Они не могут прикоснуться друг к другу И это очень важно Именно эта площадка отражает ту атмосферу, которая находится в книге Айфака Которая, ну как бы, она должна быть тяжелой, чистой, бетонной Например, те картины, которых очень выделяют наши зрители И которые больше всего постят Вот, например, две девочки, Катя Щегловая, которая находится на той стене Долбоглазая Да-да-да, их, простит, не знаю, постит каждый первый или каждый второй практически зритель Но вот моя любимая картина, это вот эта Она называется, не знаю почему, «Кладбище томогучи» Хотя здесь изображен, безусловно, Порфирий Петрович Вот, это картина художника Маруси Борисовой Севастьяновой И меня эта картина завораживает, я ее дико боюсь Мне кажется, что она чудовищная Чудовищная, согласна Но, как бы, это чудовищность, от которой ты не можешь оторваться От чего шокироваться? От того, что мы увидим в книге там слово «жопа» Или там на сцене кто-то произнесет что-то там, я не знаю, из ряда вон выходящее В нашей повседневной жизни этого дофига А здесь это возведено в степень Здесь это становится предметом искусства Если вас не смущают, а наоборот привлекают откровенные темы, эпатаж Очень смелые размышления о будущем То вам понравится спектакль Кстати, осталось всего 7 спектаклей Это больше не повторится никогда То есть у тебя есть только шанс до конца марта успеть это увидеть Успеть увидеть, как соединены Пелевин с Богомоловым Все подробности на сайте cassier.ru Знаете ли, тут показывают такое, это безумно, увлекательно и интересно Я оставлю этой постановке лайк Всем хорошего настроения, пока! Мне кажется, это достаточно полезное занятие для человека размышляющего Восхитительный текст, потому что это еще и выставка современного искусства И это тоже очень любопытно Играя этот спектакль, я все-таки оставляю какую-то внутреннюю надежду Интеллекту человеческому на, не знаю, на чувства Вообще, это один из моих любимых режиссеров, поэтому все приходите обязательно А вот вам лично не страшна такая жуткая картина через 50 лет, которую рисует Пелевин? Знаете, очень страшная Именно поэтому, собственно, и родилась у меня идея сделать этот спектакль Именно по той причине, что когда я прочитала «Айфак», я настолько ужаснулась тому, о чем пишет Пелевин Но я абсолютно верю в то, что пишет Пелевин И много лет его предсказания все сбываются Мне понравилось то, что персонажи находятся в разных местах И голос транслируется из разных мест Ты переключаешься между разными пространствами Между тем, что смотришь на живого человека, а потом видишь картинку Пелевин очень хороший социолог Он чувствует современную реальность и очень быстро реагирует И очень точно, компактно, много-много смыслов запихивает в одну книжку о том, что происходит Много красивых людей, все выглядит очень дорого И сделано очень дорого Мне кажется, такое даже чисто визуально просто приятно наблюдать, как минимум Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok